А это кончится-то. Всем привет! Мои куколки-красотки-красавицы! Ну и, конечно же, красавцы! Куда же без вас? Что у меня сегодня с рожей? Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно вас, именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео, ой, девчонки, я испытала такое наслаждение, когда я сходила в Фикс и нашла тут очень-очень много нужной и интересной, полезной фигни. Если вас интересуют данные темы, интересные новинки, которые завезли в этот магазин, то обязательно оставайтесь со мной. Еще чуть-чуть умирать. Давайте начнем мне с самого интересного. Покажу вам две вот таких вот коробки для хранения. Стоимость у них 99 рублей. Эта коробка складная, есть она в трех оттенках, как видите, на упаковке. И предлагаю одну растрепать, посмотреть, что она из себя представляет. Чем удобны эти коробки. Эти коробки удобны тем, что туда можно складывать зонт, ремень, еще что-нибудь. В общем, такая коробка. Игрушки детские тоже, как вариант. Она на самом деле такая немножечко шаткая, как видите. Но так даже им очень симпатично смотрится. И более за 99 рублей везде она стоит намного-намного дороже. Дальше, дальше что покажу. Зачем я так заорала, не знаю. Вот такие вот две корзинки для фруктов. Также для выпечки я ее взяла. Эту корзинку. Корзинка для фруктов марки Kitchen 23,5 сантиметров. Одна у нас вот такого цвета. Бежевого. А вторая серая. Красиво они смотрятся. Но на самом деле пластик очень такой вот. Ну, я бы сказала средний. По качеству есть пластик потолще, есть пластик потоньше. Это такой вот прям средний. И вот такие вот корзинки. По поводу эксплуатации, не знаю, девчонки, мне еще не пробовала. Как видите, с этикетками даже. Я их обычно мою, просушиваю и начинаю использовать. Остальные, которые у меня есть уже, корзинки для фруктов, я использую. Мне очень-очень нравятся. Дальше, девчонки, купила я по вашим советам. Многие мне советовали в пустых баночках купить в фиксе вот такой вот Доместос. Это ледяная магнолия. Новинка работает до полутора раз дольше. Гигиена, длительный аромат, антинален, пена и блеск. Вот такой Доместос. Я уж не буду подносить к вам очень близко эту саромату. Но я пыталась как-то красиво открыть, но не вышло. К сожалению, не вышло. 55 грамм. В общем, у меня уже он 3 дня находится в туалете. И могу сказать, что да, очень-очень хорошая вещь. По сравнению с тем, что я брала ранее, это самый-самый лучший вариант. Во-первых, у него действительно присутствует аромат при смывании. Прошу прощения за такие продробности. Присутствует аромат при смывании. Второй момент. Действительно нет налета. И третий момент пена. Пена слабенькая, но она все-таки есть. Так что вот этот Доместос смогу порекомендовать. Действительно неплохой. Дальше, девчонки, перескакиваем на еду. Да, после Доместос самое то. Купила я 2 вот таких вот упаковки сладкого снега. Это маршмеллоу для десертов и кофе. Вот такая штука. 0% жира. Но вот этот вот, знаете, маркетинговый ход, а-ля 0% жира у вас на попе не отложится и так далее и тому подобное. Все это хрень собачья, простите за мой французский. Если там не содержится жира, не факт, что там не содержится бешеное количество углеводов и сахара, что отложится 100%. Жир не так откладывается. Даже есть диеты по типу, я забыла как, ну та же самая диета, господи. Моя Ульяна Алексеевна на ней сидела. Я забыла. Ну не диета, это система питания. В общем, и там употребляются одни жиры с белками, поэтому есть такой способ похудеть, но вот это вот не верьте. Я маршмеллоу для чего покупаю? В какао их кофе добавляю, очень-очень вкусно, я не знаю, кому-то может быть не нравится. Да, маршмеллоу тает при контакте с кофе и молоком, или просто кофе, они начинают постепенно растаивать и образовывают такую как бы пенку. Но мне это очень-очень нравится, поэтому беру. Дальше купила я вот такие вот батарейки от марки Фларкс. Это набор литеевых батареек, вот таких. И как видите, одной батареечки у меня нет. А знаете почему? А не знаете, я вам сейчас расскажу. Я купила, ну у всех же есть, как бы все купили уже тестировать, а еще нет. Вот такой вот массажер. И тут как раз таки идут вот эти вот батарейки необычные, А4, А3, А2, АА, в общем, вы меня понимаете. Поэтому пришлось купить отдельную упаковку. Но этот массажер стоит 149 рублей. Представляет он с собой вот такую вот штуку, очень удобную. Есть в черном и в белом цвете. Тут два режима вибраций. Один, слышите, как он работает, это желтое, желто-зеленый даже, салатовый цвет, поактивнее. И вот такой вот красный. Видно, не видно? Это послабее. Суть в чем? Этот массажер якобы снижает риск появления мимических морщин, массирует, расслабляет мышцы лица, повышает эффективность рез по уходу за кожей, масса кремов, сывороток и так далее. Нет, тут-то было хрень чистой воды. Честно, не тратьте свои деньги. 149 рублей, это как бы тоже сумма приличная для бесполезной абсолютно фигни. Не помогает, не массирует, просто вибрирует. Основная вибрация идет не вот на вот этой штуке, а в ручке, вы понимаете? То есть по факту от него толков ноль. Вы будете просто водить, вот я даже наносила маску тканью, пыталась как-то поводить, но ничего не происходит. К сожалению. Еще раз говорю, основная проблема этого массажера, что основная вибрация идет у нас вот здесь, а не вот здесь. Тогда, может быть, толков бы побольше было от него. Но, может быть, кому-то нравится. Девчонки, напишите, если вы пробовали и вам понравилось, как вы используете. Может быть, я неправильно что-то делаю, но мне вот этот вот нюанс не очень пришелся по душе, и я считаю эту вещь абсолютно бесполезной. Дальше, от Food Expert я купила вот такой пластырь. Он мне уж очень напомнил. Пластырь от Compete. Кто помнит, это достаточно небюджетный бренд. Именно пластыри, я так поняла, продаются в аптеке, они что-то в районе 300 или 400 рублей стоят. Точно не помню. А тут, я не помню, цену вам буду подписывать. А тут вот такая бюджетная стоимость и три штуки. Пластырь мозольный, гидроколоидный. Гидроколоидный. Быстро заживляет мозоль, мгновенно уменьшает боль. На всякий пожарный взяла, потому что, зная себя, растыкаю. У меня мозоли, как нефиг делать, образовываются. Вот так вот выглядят эти пластыри. Ну, очень-очень похоже на Compete, девчонки. Вот серьезно. Вы посмотрите. И они даже по вот этим вот, по тактильным ощущениям очень-очень схожи. Только единственный момент, будут ли они такие же подвижные, как Compete? Посмотрим. Ну, дай бог, они мне не понадобятся. Но если у вас частая проблема, то присмотритесь. Фикси очень-очень хорошая цена. Дальше, девчонки, покажу вам очень-очень крутую вещь. Это просто, я не знаю, да простите меня все, оргазм носа. Серьезно, оргазм носа. Настолько приятный аромат. В общем, по Фикси завезли по 199 рублей вот такие свечки. Это свечка с крышкой. Очень-очень похоже на более дорогие аналоги. Это у меня Pion и... Pion, Pion. И что еще? Ну, наверное, Beris. Wilberis. Wilberis, шо? Шо це Wilberis? Вы мне скажите. Напишите. В общем, аромат. Я когда ее взяла в руки, я от... Вот даже была хотя в маске, я почувствовала этот аромат. И я такая, нет, я ее возьму 100%. Девчонки, аромат. Я еще ее не зажигала. Вообще, такие вещи не зажигают. Потому что мне нравится, как они просто облагоухают у меня в комнате. Но, в принципе, если зажечь, мне кажется, так же будет пахнуть. Пахнет цветками с ягодами. Вот цветочный ягодный микс с хлопком и пудрой. Девчонки, очень классный аромат. Серьезно. У меня на что уж мама привереда, она такая понюхала, говорит, Господи, насколько это приятный аромат парфюма. Я вам очень рекомендую присмотреться к этим свечкам. Серьезно. Там есть еще два разных вида, но они мне не так сильно понравились, как вот этот вот. Вот. Присмотритесь, если захотите. Ой, он какой-то каль. Дальше. Покажу вам офигенные ополаскиватель для полости рта. Я его протестировала. И с уверенностью могу сказать, что это аналог листерину. Это вот такой новый колгейт. Колгейт, тройное действие, свежий дыхание, тегатриальный эффект, защита от кариеса, свежесть между чистками. Не содержит спирта. Во-первых, дизайн у них сменился. Во-вторых, у них от колгейт был и плакс вот эти вот ополаскиватели. А это просто как бы колгейт. Окей. Тройное действие. Мне очень нравятся их зубные пасты. Ну, как бы, они не такие крутые, как их ополаскиватели. Серьезно. Вот этот ополаскиватель очень схож на листерин, который идет с мятой, что ли. Или что-то... Или зеленым чаем. Нет, больше с мятой, наверное. Да, какой-то листерин я, в общем, брала. И он очень-очень схож. Во-первых, по самым вот этим вот качествам, да. Во-вторых, по итогу в целом. Полость рта такая. Вот, я не знаю, какая-то вся вычищенная. Я не знаю, от одного ополаскивателя, серьезно, вычищена. Какая-то прям, ну, свежесть присутствует. И это не на один час. Вы чувствуете это в течение нескольких часов. Мне очень понравился этот ополаскиватель. А я к своим зубам отношусь очень с трепетом. И поэтому ополаскиватель для полости рта я использую регулярно. Причем вот такие мне нравятся. Типа листерина, поядреннее. И вот этот вот тоже могу порекомендовать. Действительно, годный. Дальше могу также порекомендовать вам вот это вот средство от Силинг Бэнг. Бэнг? Силинг Бэнг, да. Это антиналет, блеск силы весны. 100% работает против известкового налета, ржавчины и микробов. Вот такой продукт. Он мне очень напомнил, честно, туалетный утенок. Мой любимый почему-то. Но, в общем, сейчас не об этом. По дизаме я имею в виду. По эффекту, это, во-первых, новинка. По эффекту могу сказать так, что это офигенное средство для унитаза. Известковый налет убирает. Унитаз очень-очень чистый. Я бы не сказала, что тут аромат приятный, но не пахнет хлоркой, девчонки. На удивление, не пахнет хлоркой, мне понравилось. Но и не пахнет как-то приятно. В общем, он такой синий. Вы его наносите, ёршиком вот так вот чистите. Потом оставляете минут на пять, смываете. Во, блеск нереальный. Действительно, чистота и свежесть. Я прям в шоке. Дальше, раз уж я заговорила про ванну, про туалет и так далее, и так далее. Взяла себе от Home Time щетку чистящую 14 на 8 сантиметров. Вот такая щетка. Для чего взяла ванну чистить, девчонки. Раз, абразивная. Почистили, все окей. Очень удобная ручка, не надо держать вот так. Взялись за вот эту штуку и почистили ванну от всяких вот этих шампуней, масок, когда смываете. Все равно налет остается скользкий. Лучше сразу чистить. Вот такая щеточка. Мне кажется, очень она добротно сделана. И что это надо, я не помню, я вам подпишу. Дальше, раз уж я заговорила про какие-то бытовые покупки. О, прищепка упала одна. Купила я вот такие вот клипсы-прищепки. Давайте я вам одну покажу. Вот такая клипса. Фокус. Вот, видите? Она чем удобна? Очень удобно сушить какие-то вещи а-ля, ну, в общем, у меня лежанка, например, Ронкина вот на таких штуках сушится. Потом, что еще назвать так, чтобы вы поняли, кепки сушатся на вот таких вот прищепках. Ну, конечно, внутри квартиры, не за балконом. Очень-очень удобная вещь. Только вот эти вот прищепки, они хрупковатые. Ну, что ты падаешь? Хрупковатые немножко, но они тугие достаточно. В общем, взяла я две вот таких вот упаковки. Дальше. Пеленки Ронки взяла, девчонки. Вот такие. Это Тереза Мет. Одноразовые пеленки впитываемость двойка. 6 штук 60 на 40. Для его горшка идеально подходит 60 на 40 размер. Больше не надо, и как бы смысла нет. В общем, эти пеленки мне не понравились. Объясню, почему. Сама по себе пеленка, в принципе, правильного размера. Но вот здесь очень-очень мало наполнителя. За счет этого пеленка наполняется буквально с одного раза, и ее приходится выбрасывать. Поэтому, если вы захотите купить для своего щенка, именно, или для собаки, пеленки Фикс, вот эти вот Тереза Мет, не берите. Лучше возьмите, в общем, как бы я не любила Вайлдберрис, но у них пеленки намного-намного лучше. Я брала 60 штук. 60 или 30? 30 штук. 60 на 40. Гелевая вот эта вот часть внутри. Я брала за 300 рублей. По акции какой-то на Вайлдберрис. Поэтому, а это лучше. А вот это вот это так. Знаете, ваты туда немножечко кинули. Даже пока я не душу еще. Якобы пеленка. Ну, так бы я не рекомендовала. Дальше. Взяла я себе вот такую форму для запекания. Она у нас 99 рублей. Форма для выпечки. Ну, да. От Марки Китчен. Мне она нужна была по размеру. Какой-то жульенчик сделать. Пирог маленький. Кексик что-то испечь. В общем, я это люблю практиковать. Тем более, этот размер идеально входит в мой духовой шкаф. Еще раз повторяю из видео в видео. Если вы захотите купить фикси посуду, смотрите обязательно, обязательно смотрите на ее целостность. Если кое-где трещины вы взяли, 100%, 100% в дальнейшем при эксплуатации трещина пойдет. Не буду показывать. Трещина пойдет и все. Это дело развалится, к сожалению. Но так формы у них очень хорошие. И действительно, зачем платить больше 99 рублей? Кайф. И последние два продукта. Давайте я начну с заколок. Вот такие заколки я взяла. Точнее, невидимки. Четыре штуки за 55 рублей. У меня тут звезды. Звезды. Есть еще просто в не золотом, а в черном цвете. В общем, что собой представляют эти невидимки. Они ужасного качества. Серьезно. То есть, ну, волосы заколоть нереально будет. Потому что они гнущиеся. Тут вот. Бэм. Видите, да? И выдирают волосы, к сожалению. Но как декорацию, если захотите украсить свою прическу, в принципе, можно. Но как бы особой рекомендации к их покупке я бы не давала. И последнее, что я взяла, это имбирь молотый. Добавлять в чай. Полезный продукт. Имбирь молотый. Изображение носит иллюстративный характер. Зачем я это прочитала? Не знаю. Обладает ярким пряным вкусом и ароматом. Рекомендован для использования и приготовления различных блюд и напитков. Содержит клетчатку, специфические эфирные масла, витамины и микроэлементы. 50 грамм вот такого вот имбиря я взяла сухого. Можно использовать вообще в любые абсолютно блюда. В чаи, в морсы. Куда хотите. Если любите имбирь, то вот присмотритесь. В фиксе есть вот такой вот сухой молотый. По приятной достаточно цене. Если сравнивать его с обычным свежим имбирем. Ну вот и все, мои куколки. Вот такой у нас был видеоролик. Посвященный. Посвященный. Что сегодня со мной? Посвященный крутым покупкам, новинкам. Фикс прайс. Я надеюсь, вам этот видеоролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Также жду вас в своем инстаграме. Ссылочку оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока. Кстати, да, я абсолютно трезва. Не надо говорить, что я в таком настроении, поэтому я пьяна. Нет, я просто люблю снимать. Поэтому у меня такое настроение. Надеюсь, всем понятно, да? До скорых встречи. Целую плечо. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.